Друзья мои, сегодня я вам поведаю про 8 слов, без которых невозможно представить польский язык и которые вы наверняка услышите в первые 10 минут общения с поляками. Но чтобы говорить как поляк, нужно думать как поляк. Но нужно понять его природу, его повадки. Подписывайтесь на наш канал и не спугните, а мы сочинамы. Хочи, хочи, хочи. Что ж, давайте без ланя воды, как говорится, то есть давайте не будем лить воду, а сразу перейдем к делу. И первое слово, одно из моих самых любимых. Это заватвич. Оно немного неудобно произносится. Заватвич. Заватвич. Але много чего значит. И в первую очередь решить уладить. Например, мужа заватвич килька справ. Я должна решить несколько дел. И оно очень часто употребляется именно со словом справы. Например, она пошла до банку, чтобы заватвич якись справы финансовая. То есть она пошла в банк, чтобы уладить какие-то финансовые вопросы. Второе, это организовать что-то. Но не в смысле организация какого-то праздника, либо мероприятия, а в смысле найти что-то, либо купить. Сейчас на примерах все станет понятнее. Допустим, к вам в город приезжает ваше знакомое, и вам нужно найти для нее жилье. В такой ситуации вы можете сказать ей, либо написать То есть без проблем, я найду для тебя квартиру. Или ваш друг может сказать То есть я организую билеты на концерт. Да, все хотят иметь такого друга. Или парень говорит парню, что организует ему встречу с девушкой. Например, В общем, куча ситуаций и контекстов, осталось дождаться только удобного момента и начать все это использовать. И еще один глагол вам в копилочку. Комбиновать, цо робить и выкомбиновать. Цо зробить. С выкомбиновать все просто. Мы его переведем как придумать что-нибудь. У нас какая-то проблема, и мы должны что-нибудь придумать. То есть мужчины цось выкомбиновать. Или Сергею шмущи выкомбиновать, о чем бенджа на стендпный фильм. То есть Сергей должен придумать, о чем будет следующий ролик. Скомбиновать все немного сложнее. Оно обычно обозначает замышлять что-нибудь. Например, Он хыба цось комбинул. Он, наверное, что-то замышляет. Еще можем перевести Он что-то задумал. Комбиновать Также идеально подойдет для студентов словцентра, либо каких-нибудь других курсов. Такая ситуация. Вы заходите в аудиторию, а группа уже что-то активно обсуждает, а вы не в курсе, что происходит. Тогда вы можете сказать Цо комбинуете? То есть, что вы затеваете? О чем речь? Еще этот глагол может значить заниматься нехорошими делами, либо хитрить, обманывать. Например, Он целый час coś комбиновал, но ему ничего не вышло. То есть, он все время что-то придумывал, но ничего не получилось. Навет не пробуй комбиновать, я все вижу. Даже не пытайся хитрить, я все вижу. Мы тоже не комбинуем и идемы далее. Это была самая сложная часть, друзья мои. Дальше одно удовольствие. Поверьте, как вы знаете, выпуски со мной не обходятся без чего? Без еды, конечно же. Так вот, я вам предлагаю заменить слова кавярня, рестаурация, бар, паб и им подобные словом Кнайпа. Кнайпа это, в общем, любое заведение, в котором подают еду и алкоголь. То есть, если это место, где можно выпить только кофе, очи вище, то есть кавярня. Или дорогой ресторан, в котором без вечернего платья не обойтись, то есть рестаурация. Все остальное можно спокойно называть словом Кнайпа. На пшикот, ходь мы до той Кнайпы, там есть целиком не зла пицца. Пойдемте в это заведение, там есть очень неплохая пицца. Или, например, можете спросить, знаешь, какие-то файные Кнайпы в центру? То есть, знаешь ли ты какие-нибудь классные места, заведение в центре? Ну, с едой тоже не нужно. Пшесадзач. И вот вам следующее слово. Пшесадзач значит преувеличивать, перебарщивать. Например, вы можете сказать Не пшесадзача с тым едзением. То есть, не перебарщивайте с этой едой. Хватит уже. Отсюда и существительное. Пшесада. То есть, перебор. Алатоюж пшесада. Ну, это уже перебор. Еще вы наверняка часто будете слышать выражение Бэс пшесады. Оно плохо переводится на русский, но обозначает что-то типа Без перебора, Без фанатизма, Не преувеличивай. Допустим, друг жалуется вам на жесть, а вы можете его подбодрить. На добро. И уж Бэс пшесады не с так жле. Ладно тебе, не преувеличивай, все не так плохо. Конечно, обычно такие фразы не помогают, но зато теперь вы знаете, как они звучат по-польски. Ну и как же без, наверное, самого ходового слова нашего поколения? Жесть. Все, кто хоть раз ездил на ночном автобусе из Минска в Варшаву, могут сказать, то было попросту массакра. Это была полная жесть. Альбо, в галерее тылу люди массакра. В галерее столько людей. Жесть. Просто ужас какой-то. То было не концерт, а как же массакра. Это был не концерт, а просто какая-то жесть. То есть все страшное, необычное, удивительное и плохое можно назвать одним словом массакра. Ну и наконец, я оставила для вас три вишенки. Три вкусняшки. Очевидче, ващне и чили. С очевидче все просто. Это обычное конечно. Оно вам часто поможет заменить слово так. Чы хцеш канапка с сэром? Очевидче. Хочеш бутерброд с сыром? Конечно. Маша, ну все, хватит, ты же себе обещала. Ну реально. Идем дальше. Ващне. Ну это слово просто как клей в предложении. Суют его где надо и где не надо. И переводится оно как именно, собственно, как раз. Например, часто услышите восклицание но ващне, но ващне, но ващне, но ващне, то есть вот именно, вот именно, вот именно, вот именно. Albo зрубче ващне так, як я mówię, то есть сделайте именно так, как я говорю. Зачастую ващне обозначает как раз, на przykład ващне о тым мыслялам, как раз об этом я думала. Ващне из программы мой личный языковой паразит, которого я очень люблю. Это слово чили. То есть? То есть. Ну вы поняли, да? Чили значит то есть. Например, такой мини-диалог. Зруб так. Чили як? Сделай так. То есть как? И то была остатня вещенка на нашем торче дротзы панство. Чили конец. Ну что ж, друзья мои, спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Вы просто красавчики. Если вам катастрофически не хватает какого-то польского выражения и без него вы не вы, а я сама по себе знаю, что такое случается, то пишите в комментариях, спрашивайте нас об этом и мы обязательно вам ответим. Я вею, мои дродзы, же те слова то по-просту масакра. Але без пресады дамы собе рады. Заулатвиемы то якось. То есть тылько квестия часу. До видзения. Па-па. Бузячки. Аха-ха-ха-ха.